всем привет друзья вы на канале сам себе автозвук и наконец-то настал тот день когда мы выставить басуху в нашу вас 2112 у нас будет рейвен 18 типа размере ему мы запилили вот такой бомбовый короб на 180 литров чистого объема на 250 трубе 50 сантиметров и раскачивать все это будет грифон про 13200 конечно усил сильно мощный для этого динамика но я думаю мы аккуратно накрутим генчика и все будет бомбово крадется легкий силуэт ценим как псих бродил ночами меня нежно обнимает ветвь все без печали как найти тебя и как ты в целом давай расскажи что на душе какие мысли прошу только не молчи друзья место конечно у нас много но запихнуть одну 18 в багажник двенашки было достаточно тяжело наш короб не входит через заднее отверстие но войдет надеюсь через дверь и так что давайте пробовать мы засунули наш короб через дверь но он не залазит по стаканам из-за трубки мы сняли пластик сверху до своего обратно достаем опять и пробуем запихнуть его через багажник наш первые здесь люди плохие с нами не по пути мы двигаемся музыки громко но и глухие парни у нас получилось наконец-таки его запихать это было максимально сложно мы пробовали и так и сяк но в итоге он на месте вот это вот значит нету багажника устанавливать усилитель подключать питание и запускать слушать эту пушку подключили наш усилитель все установили сейчас я вам покажу как он расположился вот здесь вот аккуратненько на задней стеночке нашего короба подключили силовую проводку акустику рем подкинули регулятор тоже уже подключили вот и рцашки готовы к запуску к настройке и прослушиванию это 18 маяфи маяфи Мы переместились в машину и готовы для прослушивания повседневного трека. Давайте сначала посмотрим, как заиграл наш короб с Сабом на повседневе и что вообще Восемнаха из себя представляет в этом плане. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, для повседнева заиграло очень достойно. Бас очень объемный. Звучание Восемнахи, оно, знаете, похоже на такой киношный звук. Вот как бас звучит в кино. Он очень такой... Прям такой глубокий и обволакивающий. Саб отыгрывает... Ну, низкие частоты. Играются, конечно, лучше всего. То есть район вот с 25 до 32-33. Вот, это прям кайф. Если вы любите эти частоты, Восемнаха это, как по мне, саб для вас. Если вы любите чуть-чуть иногда повыше послушать, можно попробовать Пятнаху. Но я максимально доволен Восемнахой. Это именно то, что я хотел. Тот бас, который мне приятен и мне нравится. Восемнаха за 13 тысяч. Вот, это прям кайф. Давайте посмотрим, какой ветер нам получится с нее поднять. И будет ли он вообще. Трек у нас Coca-Cola. Настройка 29-33. Регуль на готове, салфетки на готове. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот такой результат мы имеем. С нашей Восемнахи, с багажником, с ВАЗ-2112, усилителя Грифон 1-3200. Конечно, он у нас накручен не на максимум, в пределах разумного. Заливаем в сабик. Наши тесты саб пережил, хотя мы его хорошенечко прогрели, даже до запаха, даже до легкого дыма. Но мы и дали ему остыть, поработать маленечко на низах. Так что, в принципе, сейчас он чувствует себя вполне комфортно, не шоркает, ничего. Мы уже выкрутили, посмотрели, лак не сполз, все бомба. Саб оказался живучим. По игре я доволен. За 13 тысяч отыгрывает максимальный диапазон частот для Восемнахи. Как повседнев, слушать комфортно. То есть даже клубные треки слушать можно. Это не те Восемнахи, которые играют только низа. Это прям универсальная Восемнаха. То есть, если вы хотите попробовать, что такое 18-й саб, это для вас. Я, лично я остался им очень доволен. Я могу слушать и низа. Благодаря своему коробу я слушаю 26-29 и получаю максимальное удовольствие от этих треков. То есть, за 800 ватт номинала саб бомба. Так что я считаю, друзья, что это определенно достойная вещь для покупки, чтобы оказаться в вашем багажнике. Конечно, учитывайте размеры, что вам надо будет занять весь багажник, чтобы сделать хорошую настройку. Но без жертв нету как бы успехов. Так что решайте сами для себя, нужен вам он или нет. Для меня определенно это то, что мне надо. Я думаю, что в дальнейшем я буду строить свой проект на Восемнахах. И если гроб, то гроб на двух Восемнахах. Вот такой вот у нас получился обзорчик с прослушкой нашей Восемнахи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение по поводу этого саба. Что вы считаете достойный, недостойный агрегат получился от UDL Audio. Стоит, не стоит его вообще покупать. И как относиться к Восемнахе за 13 тысяч и чего от нее ожидать. Всем пока. С вами был Саня. Сам себе автозвук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.